Сегодня мы говорим о том, как любимое дело может приносить и прибыль, и удовольствие. Важно найти только правильный путь и следовать своему внутреннему голосу. У нас есть яркий пример ребят, которые получают и удовольствие, и прибыль. Друзья, знакомьтесь, у нас в гостях арт-студия «Первое свидание» Виталий Пак. Виталий, привет! Здравствуйте! И вот этих двух красавцев вы уже знаете. Прошу любить и жаловать Михилу Рябаконь и Артем Албул. Артем Албул. Они, да, они тоже там числятся. Виталик, как тебе работается вот с этими гражданами? Да, собственно, все хорошо. Мы очень хорошо ладим. У нас... Поэтому мы и хорошо работаем, потому что мы хорошо ладим. Но вот ты изначально сказала, что любимое дело приносит прибыль, и судя по тому, что ребята сидят в костюмах, у них прибыли немножечко меньше. А скажите, как зародилась идея создать такой коллектив? Мы? Да, давай, давай. На самом деле, были диалоги о том, чтобы объединить наши юмористические и организационные коллективы воедино. У Миши был свой коллектив, у нас с Мишей свой коллектив. Но потом поступило предложение объединиться. Миша сразу же откликнулся, за что ему огромное спасибо. Ты изменил нашу с Виталией профессиональную деятельность. Да, 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 не улыбайся. Идея была изначально моя. О, пошла, поехала. Ни в коем случае. Не, на самом деле, я бы сказал, что это было нечто обоюдное. Нам нравилось шутить, писать юмор, а потом мы поняли, что, блин, хочется кушать, и, наверное, пора зарабатывать деньги. Идея была, правда, обоюдная. Вот, как сделать так, чтобы хобби, точнее, как вам удалось сделать так, что ваше хобби стало основной работой, в принципе, то, что приносит вам сейчас трибыль? Вот, можно я? Вот, как ведущие в начале программы сказали, что, собственно, главное, ну, заниматься любимым делом. Да, да. Вот, и, собственно, пока ты занимаешься любимым делом, мне кажется, это что-то вроде какого-то магнита, оно просто притягивает. Вот мы когда-то провели первую в нашей жизни свадьбу, вот мы тогда работали с Виталииком, первая наша свадьба была. Вот, и после этого... И после этого... То есть каждый занимался своим любимым делом. Любимым делом, да. И после этого как магнитом понеслась. На самом деле, да, можно сказать, что вот наши первые мероприятия с точки зрения сейчас, если их оценивать, с точки зрения профессионализма, возможно, было все не так хорошо, как сейчас. Но мы не сдавались. Да, но за счет тех эмоций, за счет того, что мы искренне тоже радовались вместе с молодыми или с ребятами, для которых мы проводили какой-либо праздник, вот, наверное, за счет этого и оставались хорошие, позитивные впечатления и последующие заказы, соответственно, тоже. Виталий, как рождаются идеи? О, можно я, можно я. Давай. Как рождаются идеи? Да, собственно, все просто. Мы собираемся, обсуждаем что-то. Ну, и в порыве какого-то такого бурного обсуждения у нас рождаются какие-то мысли. Обычно это, так знаешь, как-то один сказал, другой подхватил, но бывает, что и в споре что-то рождается. Поэтому, то есть, обычный рабочий уже, наверное, казалось бы, процесс заставляет нас думать что-то новенькое. Как можно развиваться и усовершенствовать свои умения в этой сфере? Да, собственно, как и в любой сфере, наверное, только работай над собой. Во-первых, ты не сказал «можно я». А, простите, я нарушил традицию. Можно я? Да, пожалуйста, пожалуйста, Виталий, Бак. Да, только работай, работай, работай. И постоянно надо пробовать что-то новенькое. Вот это такая вот... Нет, нужно читать еще книги, смотреть хороший кинематограф. Нужно смотреть на лучшие примеры своей работы и просто творчества. И вот... Не берите, это у вас будут поправить очки, очки поправить обязательно. И ни в коем случае не быть занудой. Артем Александрович, насколько я понимаю, каждый клиент для вас особенный. Как вы готовитесь вот к проведению какой-то определенной свадьбы? Как продумываете образы, сценарии? Да, на самом деле, действительно, арт-студия «Первое свидание» подходит к каждому заказу индивидуально. Мы очень долго общаемся с заказчиками, будь то ребята, которые собираются сыграть свадьбу, или родители, которые организовывают выпускной для своих детей, выпускников, или это юбиляр. Мы общаемся, мы задаем вопросы, мы узнаем, чем живет этот человек, что ему интересно, какие будут гости, какую слушают музыку, какие любят фильмы. И уже на этом всем, как бы, ну, с этим просто общаемся, становимся на вот этот короткий промежуток подготовительный, становимся вплоть до того, что хорошими знакомыми, друзьями, и тогда нам легче. Хорошая команда. Да, такая вот вместе. Вот я бы сказал, что, наверное, мы ищем фишечки, которые есть абсолютно у каждого человека. Просто мы помогаем эти фишечки найти и использовать в лучшем свете. Точно. И вот самое главное, как ни крути, такая профессия отнимает много времени, да? Находите ли вы время на свою личную жизнь, на отдых? Нет. Да. Ты сказал, можно я. Тогда мой ответ не считается. Нет, да нет, на самом деле, я думаю, что при любой занятости, при правильном распределении, там, времени и сил, можно найти время для всего, но не в нашем случае. Да, потому что правильное разделение времени – это не просто. Это не наша фишечка. Это не наша фишечка. Но честно, честно, мы от этого получаем удовольствие, и как бы мы особо не нуждаемся в свободном времени, потому что мы получаем удовольствие от занятости. Вот вы всегда на веселе, все хорошо, все круто, драйв, кайф. Дома вы какие? Дома вечный праздник. На самом деле, мы везде одинаковые, мне кажется. Ну да, я с этим спорить не буду. Все время это вот то, что все видят или в передаче нашей, или во время наших мероприятий, это вот такие же мы, ребята, да. Более-менее. Мы спокойными, наверное, только как-то спим. И то похихикиваем. Виталий Рожатых, да. Слушайте, ну вот вы делаете людям праздник, да? А кто вам проводит корпоративы? О, это больная тема. Я вот, правда, я… Вы по сменам, наверное. Я вот, я когда женился, у меня вот так вот сложилось, у меня не было ни ведущих, ни, собственно, ни банкеты. Ни свадьеры. Я объясню просто почему. Это возникла такая мысль, что из-за того, что ты занимаешься этим профессионально, я понимал, что каких бы я крутых ведущих не позвал, я буду оценивать и пытаться дать им какую-то характеристику, вот. Ребят я не звал, потому что дорого. Да, ты начинал. Да, ну а нам с Виталией, да, еще пока не надо никакие ведущие, никакие мероприятия, выпустились давно, свадьба не скоро, не в смысле между нами. Вот, вот, слушайте, вот я знаю, что вы любите импровизировать. Молоко. Есть какие-то, есть какие-то идеи? Что сейчас вы можете нам предложить? На самом деле, Ксюша, мы знали, что ты задашь этот вопрос, поэтому приготовили для тебя сюрприз. Я думаю, что тебе понравится, оставайтесь с нами.